Снова к событиям в Латвии. Население нашей страны стареет. В прошлом году каждому пятому жителю Латвии было больше 65 лет. Но легко ли быть пожилым? Русское обещание ЛТВ продолжает серию материалов о вызовах, проблемах, успехах и возможностях старшего поколения. Потеря самостоятельности, нарушение памяти, галлюцинации и иллюзии. Побеги туда, где человек провел детские годы своей жизни. Каждый третий латвийский пенсионер после 80 лет страдает деменцией, психиатрическим и неврологическим заболеваниям. Что делать близким и почему государство не компенсирует медикаменты против этого заболевания в нашем следующем сюжете. Кто-то сталкивался с этим заболеванием пожилого родственника лично. Кто-то слышал ужасные истории, как бабушка или дедушка забывали выключить в квартире газ или уезжали на общественном транспорте в другой район или даже город. Зачем, они не знают. Если маленький ребенок развивается, становится все более умным, интеллект повышается, то если у человека деменция, то есть периоды, когда он стоит на месте, есть периоды, когда он интеллектуально регрессирует. И тогда, если смотреть самые тяжелые точки деменции, то это совсем-совсем маленький грудной ребенок со всем вытекающими последствиями. Реальность такова, говорят психиатры, что латвийское общество о деменции знает мало. Близкие часто считают, что странное поведение дедушки или бабушки — просто неизбежные последствия старости. Но это не так. Мы должны эти лекарства людям давать, чтобы эту болезнь остановить, чтобы остановить тот процесс. Не так, чтобы мы определили деменцию, и человек отдали в пансионат, и там только уход. Это неправильно. Мы должны сделать все, чтобы человек остался в семье, чтобы и с лекарствами, и с уходом, и с лечением он как можно дольше, может два, может три, может четыре года, может пять лет, более-менее качественно жил и остался в обществе. Но с лекарствами все не так просто с направлением семейного врача, невролога или психиатра. В определенных случаях пожилой человек с деменцией может пройти курс лечения в психиатрическом или неврологическом отделении. Там медикаменты он получает бесплатно. Однако как только больного выписывают, то он или его близкие должны покупать препараты, которые замедляют процесс деградации. Самые дешевые стоят начиная от 40 евро в месяц. Это психиатрия, конечно, у нас реальность. Пенсии, людей маленькие. Если человек не работал, заболел, уже 70-80 евро он получает. Он реально, ему и эти 70 евро за рецепт, это уже большие деньги. Он не может иногда это позволить. Это так кажется, что все так красиво. В реальной жизни есть люди, которые амбулаторно ко мне приходят и говорят, что кушать нечего. Государство препарата, останавливающий деменцию, например, амимантин, не компенсирует. Во всяком случае, пока. Сейчас медикамент не находится в списке компенсируемых лекарств. Также этот препарат не подан для рассмотрения, для включения в списки компенсируемых лекарств. Один из главных факторов – доступное финансирование. Без сомнения, необходимых медикаментов намного больше, чем реально доступных бюджетных средств. В случае, если вы подозреваете деменцию своего близкого, нужно как можно быстрее обратиться к семейному врачу и получить направление к неврологу или психиатру. Специалисты подчеркивают, что деменцию, к сожалению, нельзя вылечить, но можно приостановить. Марина Лебедева, Кришини Слейт из Латвийское телевидение.